Теперь продолжаем тему спорта. Победные новости пришли накануне из Казахстана. В Алматы завершилось первенство мира по рукопашному бою. В составе национальной сборной команды России и город Ставрополь представляли воспитанники городской и краевой детско-юношеской спортивной школы единоборств. В копилке больше шести медалей. Ставропольские рукопашники в очередной раз подтвердили статус сильнейших в мире и России. У меня в гостях два представителя сборной России. Магомед Абдулаев, серебряный призер первенства мира по рукопашному бою в возрасте 18-21 год. И Даниил Гордиенко, победитель первенства мира по рукопашному бою в возрастной категории. 14-15 лет. Здравствуйте, я вас поздравляю. Спасибо. И очень рада вас видеть. Вот знаете, за что я люблю свою работу? Потому что я смогу подержать в руках. Вот можно, пожалуйста, вашу медаль хотя бы вот так вот подержу на вас. Как приятно держать в руках золотую медаль, уважаемые друзья. Никогда бы в жизни не подержала, если бы не вы, Даниил. Итак, рассказывайте, как проходил чемпионат? Что это было? Каково это участвовать в таком крупном событии первенства России все-таки? Было, если честно, очень волнительно в первый день после взвешивания. Потому что такая обстановка необычная. Много человек, зрителей. Ну и зрелищно проходили поединки. Действительно ли зрелищно? Конкуренция большая, серьезная была в вашей возрастной категории? Да, была серьезная конкуренция. Были узбеки, казахи, киргизы. Ну, много других стран было. Было тяжело. С кем вам пришлось столкнуться? Мне пришлось в первом поединке подраться с казахом. А второй, в финальный поединок, я дрался с азбекистанцем. Ну что ж, а ваши эмоции какие? Тоже все эмоции хорошие. Ну, волнение было, как первый раз ездил на первенство мира. Первый раз? Да. А вы тоже первый раз? Да, да, да. Вот это волнение, представляю. Столько зрителей, как бы, первый раз видел. И на финальный поединке, тем более, когда выходишь, там, под музыку и еще что-то. Ну, пришлось, как бы, да, пережить это все, как бы, да. Я так понимаю, в составе сборной России вы не единственный представитель Ставропольского края. Кто еще? Первое место у нас заняла Седа Докудаева. Это девушка? Да, девушка. Какая молодец. И Диана Питак еще первое место заняла. Я на Питаке. Ну, девушки там практически все первое место заняли. Второе место еще Армен Макартычан. И третье место занял у нас Курбанов Мухаммед. Вот хотелось бы спросить у вас, раз уж вы озвучили целых двух победительниц Ставропольского края девушек. Как вы считаете, действительно ли женские бои гораздо жестче или нет? Ну, бытует такое мнение просто. Ну, это мнение, у каждого свое мнение. Это миф. Да. А почему вы когда-то пришли в этот спорт? Нравился просто? Не знаю. Отец дал, потому что дома делать нечего было. Ну, а почему не легкая атлетика? Ну, с детства он больше интерес проявлял к боевым искусствам, нежели к другим каким-нибудь видам спорта. А вы тоже? Да, хотелось драться всегда. Вот я, конечно, понимаю, что это все-таки определенный вид спорта. Это спорт. Но в каждом спорте есть своя философия. В рукопашном бое она есть? Есть определенная. Чему вас учат? Может быть, уважать старших, тренера? Конечно, конечно. Ко всему вообще, к жизни, как себя вести. Спорт вообще как бы воспитывает человека, во-первых. Дисциплину называет. Какие у вас планы на будущее? Дальше тоже. Так же выступать. Не останавливаться. Представлять. Во-первых, Ставропольский край, потом страну по возможности. Может быть, чем-нибудь другим, параллельно с рукопашным боем хотелось бы заниматься? Ну, дальше видно будет, если понравится. Пока что планируем по рукопашному бою выступать. Как проходят тренировки? Тренировки у нас двухчасовые. Уже ближе к соревнованиям начинаем и утром заниматься. Утром два часа тренировки и вечером два часа. Ну, это как кардио, потом? Да. Ну, сначала разминка идет, мы бегаем, упражнения, чтобы не растянуть, повредить что-нибудь. Потом идет отработка. Либо в стойке, либо в партель. На ваш взгляд, рукопашным боем нужно заниматься с самого детства или уже взрослым может прийти? Ну, как бы. Я, например, в 17 лет пришел этот вид спорта. Я с 9 лет. Это кто как будет хотеть и упорно заниматься, у того так и получится. То есть главное для победы это... Это усердные тренировки. В меньшей степени талант, в большей степени желание победить самого себя. Ну, что ж, уважаемые наши спортсмены, я рада вас видеть. Друзья, я напоминаю, это представители. Сборной России, Ставропольский край. И впервые они принимали участие в первенстве России. И уже с отличными результатами. Серебряная медаль, золотая медаль. И это только начало. Я уверена, впереди у вас большое-большое будущее. Спасибо вам большое, что вы к нам сегодня пришли. И удачи и успехов всегда и во всем. Спасибо.